Так, прошу прощения, у меня беседа была полезная с мусульманами, с мусульманином. Потом увидите, как... Господи, прости меня грешно. Утара пораньше Бог дал человека хорошего. Здоров были. Готовы? Готовы. Молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину, блажите тебе Богородицу, преснаблаженную и пренепорощенную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую хирургим и славнейшую воистину Серафим, Безысления Бога, Слова, Рожешую Исущую, Богородицу тебя величаем. Слава Цвете и Святому Духу, ины, и пресна, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертвое Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради Пречистой Твоей Матери, Силы Честного Животворящего Креста, Святых Ангелов наших Хранителей, И всех ради святых помилуй, И спаси нас, яко благ еси, Человека любис. Аминь. Боже, милостью, будь негрешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не кали же благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзну ста мои достойно. Восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, Иже везде Сы и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, Приди вселись, явные и очистенные от всяких скверны, И спаси блажи души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем Блажняком нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки, аминь Оставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песнь, опиемте сильный Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Отодрая сна, воздвиг мне, если Господи, умы, просвети и сердце И уснем и отверзивая, же, петите, святая Троица Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас И ныне и присно, и во веки веков, аминь Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажаться Но страхом зовем полунощи, свят, 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 если Божия Богородицу и помилуй нас Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй От сна в отстав благодарю Тебя, Всесвятая Троица И ко мне, говоря, Твоя благость и долготерпение Не прогневался на меня ленивый и грешный И погубил меня с обеззаконием моими Но человеколюбствовал, если я обычно И в нечаянии лежащий говозы Гмей, если Воежеутривете, славословите, державу Твою И ныне, Владыка, просвети Мою още мысленное, отверзи Мои устав, поучайте со словесем Твоим И разумете заповеди Твоя И творите волю Твою И пейте Тя во исповедании сердечнем И воспевайте все святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне и присно и во веки веков Аминь Придите, поклонимся Цареве нашему Богу Придите, поклонимся Христу Цареве Богу нашему Придите, поклонимся и приподем К самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему Седьмой псалом Господи Боже мой На Тебя я уповаю Спаси меня от всех гонителей моих И избавь меня Да не исторнет он, подобно льву души моей Терзая Когда нет избавляющего и спасающего Господи Боже мой Если я что сделал Если есть неправда в руках моих Если я платил злом тому, кто был со мной в мире Я Который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом То пусть враг преследует душу мою И настигнет Пусть стопчет в землю жизнь мою И славу мою повернет в прах Восстань, Господи, во гневе Твоем Подвинись против неистовства врагов моих Проводись для меня на суд Который Ты заповедал Сон людей станет вокруг Тебя Над ним поднимись на высоту Господь судит народы Суди меня, Господи, по правде моей И по непорочности моей во мне Да прекратится злоба нечестивых А праведника подкрепи Ибо Ты испытываешь сердца И утробы праведны Божия Щит мой в Боге Спасающим правых сердцем Бог, судья праведный Крепкий и долготерпеливый И Бог всякий день строго взыскивающий Если кто не обращается Он изощряет свой меч Напрягает лук свой И направляет его Приготовляет для него сосуды смерти Стрелы свои делают палящими Вот нечтиво зачал неправду Был чреват злобой и родил себе ложь Рыл ров и выкопал его И упал в яму, которую приготовил Злоба его обратится на его голову И злодейство упадет на его теме Славлю Господа по правде его И пою имени Господа Всевышнего Господи Божий наш Как вы лечите на имя Твое по всей земле Слава Твоя простирается превыше небес Извуз младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу Ради врагов Твоих Дабы сделать безмолвную врага и мстителя Когда взираю я на небеса Твои Дело Твоих перстов На луну и звезды Которую Ты поставил То что есть человек, что Ты помнишь его И сын человеческий, что Ты посещаешь его Немного Ты умолил его перед ангелами Славой и честью венчал его Поставил его владыку над делами рук Твоих Все положил под ноги его Овец и волов всех И также полевых зверей Птиц небесных и рыб морских Все приходящие морскими стезями Господи Божий наш Как величество имя Твое по всей земле Слава Слава Твою Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков Аминь Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Божия Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Божия Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Божия Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой И Господь Иисус Христос По Свою ногу любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебе. Ибо если по делам спасешь меня, То ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротов и неизречены в милости. Ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет И не увидит смерти во веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, То верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, Потому что совершенно не найти дело правдующих меня. Но это вера, да будет превыше всего, Да ответит за меня, да оправдает меня, Да и от причастникам славы Твои Вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что торт мне от Твоих рук и ограды. Ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, Скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, Очарев Матери моей. Всподобь меня, Господи, Возлюбить Тебя теперь так же, Как возлюбил я свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя, Без лени, усердно, Как прежде потрудился с Атанепрещающим. Особенно же, Потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, Во все здесь жизни, Ныне и всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Постально хранить мою бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, И не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону, Починить меня себе преобладанию От вас смертного тела. Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения. Особенно ангел Божий, Хранитель, покровитель бедной души и тела, Прости мне все, Чем я оскорбил тебя Во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, Защити меня настоящий день И сохрани меня От всякого искушения вражеского, Чтобы мне не принимать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом, Достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, Своими святыми всесильными молитвами Отгонять меня, Смиринного, несчастного раба твоего, Уныние, Забвение, Неразумие, Нерадение, Удалиться скверно, Лукавое, И хульно помыслы, И закаянно мое сердце, И помраченную ума моего, И погаси плавимой страстей, Ибо я убог несчастен. Избавь меня От многих пагубных воспоминаний И помыслов, И освободи меня от всяких злодеяний, Ибо Тебя благословляют сироды, И причисти имя Твое славица Во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, Святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Ибо мы всердно к вам прибегаем, Скорым помощникам, Молитникам о душах наших. Богородица, Дева, Радуйся, Обрадуна Мария, Господь с Тобою. Благословен ты в женах, И благословен плод Черева Твоего, Яко родила Иси, Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, Счастнага, Животворящего Христа Господня, Не остави нас грешных, Уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, И благослови достояния Твое, Победа на сопротивные дары, И Твое, Сохраняя крестом Твоим, Жительство. Спаси, Господи, Помилуй от самого духовного, Родителей, Сродников, Благодетелей, Митрополита, Илариона, Епископа Евтихия, Бениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Аврося, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Митрополита Тихона, И весь священнический, Иночийский чин, И высший истинный служителей, Миссионеров, К христианам, Язычникам, Иудеям, Мусульманам и Буддистам, И надо еще священникам, Если угодно тебе, Смири власти войск твоих, Наведи страх твой на них, И через них сотвори благое церкви твоей, Дабы издавали мудрые законы, Дали достойно жить людям, Дабы было еще уделять нуждающимся, И сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Где война идет, И научи нас, Господи, Ценить это мирное время, И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, Грядущим на всю вселенную, За отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, За тихую и мирную ночь, Что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, Обнаружить и умножить наши таланты, Дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, Наставников, Советников. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха и непосильных искушений. И защити жилища наше и селения от пожара, воров, нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Владимира, Абрати, Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея и Иосифа, прищи добрые жители с детьми, любящими и знающими уставы твои. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктору, Сергею, Севастьяну, Людмилу, Нину, Алимпину и побуди всех на проповедь Евангелия, найди новые души. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Евгения, Наталью, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика и Тимура, Абрати, не дай ему погибнуть, Екатерину, Екатерину, Галину, Сергея, Сергея, Александра, Александра, и всех, кому открылась истина твоя через нашу проповедь, найди их, Господи, привлеки к себе. Смири врагов и потуши злобу их, ненависть и клевету, не дай им желаемого в злодействе, ты уже даешь отдохновение от них, многих как и нет уже, но, Господи, не помяни их безумие в судный день, не дай им погибнуть окончательно во лжи. Посети благодетели наших, воздаем добром всей жизни будущей, Елену, Людмилу, Абрати, Евгения, Наталью, Эдуарду, Надежду, Юрию. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря и отступников, найди, коснись и возврати. Михаила, Николая, Александра, Юлию и благослови Максима, путешествующих Раису, Льва, Виктора, благослови и возврати к сродным и близким. Все наше родство найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, посети болящих, дай силы перенести страдания безропотно и пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Алексея, Виктора, Валентину, Татьяну, Татьяну, Марию, Анну, Александру, заповедовавши нам молиться о них. Надежду. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу душ наших. Аллилуйя. Сохрани наше сокровище в интернете и воздай добром тем, кто позволяет нам там быть и трудиться. Благослови трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Гавриила. Сергея, Сергея, Александра, Александра, Андрея, Андрея, Виталия, Вячеслава, Валентина, Сергея. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресенье жизнь вечная, отошедшая от жизни сей всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, Господи. Мы просим Тебя, детях сирийских, помоги им. Слава Тебе! Благослови пытаемых и убиваемых детей Твоих по всему миру за Слово Твое, за Имя Твое Святое. Прими их в обители вечные. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебе наш Бог и Егова. Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Савовов! Вся земля полна слава Его, Аллилуйя! Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя! Господи, воздай добром всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в вечности. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Присна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. Аллилуйя! Воздай добром, Господи, всем, кто помогал нам в миссионерской поездке. Благослови Николая, Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. И только в вечности все это откроется. Аллилуйя! Добрый мой ангел, прошу Тебя, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою помытарством страшным и непонятным. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать. И быть во всем экономном, чтоб было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, Образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, Словесных овец, моли Бога о нас. Аллилуйя! Благослови, Господи, и спасти священников Владимира, Максима, и Глебу не дай погибнуть. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые пророки Божии! Илья, Елисея, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Ездра, Нееме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрахи, Пророк, Михей, Абрам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода, то наше отшествие не засталось не готовыми. Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных духи святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, и Херувимы, и Серафимы, и всенебесные силы, престолу Божию и предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, и Ан. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые мужчины и мужчиныцы, Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Юстин Философ, Космай и Дамиян, Андрей Стротилат, Иерон Мущини, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимний Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мужчиников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Вениамин, Иосиф Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста. И дабы веру Анфиму и Вениамину и у старшей родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы Василия Великий, Григория Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий и Крем Серин, Антоний Макарий Макарий, Антоний Пеодосий, Корнилий и Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий и Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замосте ретихов, Господи, развей, разрушив, ничто преврати, не дай им погибнуть, приведи их к православию. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомущенца, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина, Молите Бога о нас, да дарует Господь, послушание, молчание, саламудрие, и стыдливость жёнам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоримость Галины, семейства ее Евгении, Надежда, Светлана, Людмила, Иоанна, и прими нашу молитву, Господи, и воздяни рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, и соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе, Господи, на небе и на земле. Боже всемогущий, прими, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради страданий Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, и пролитой им крови пречистой. Прими нашу молитву, исполни ее о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон», том 30. Вопрос 4064. К вам приезжал историк и публицист Назаров МВ. Поддерживаете ли с ним связь и как он понимает суть происходящих ныне в мире процессов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никакой связи с Михаилом Викторовичем у меня нет. Думаю, что он нас сразу не воспринял. Но все же он монархист. Конечно, заметны изменения в его суждениях. Есть даже вполне похожие на трезвые. Но так как он мыслит о прошлом, что была некая империя под липовым названием «Святая Русь», то как образец этот муляж будет туманить его рассуждения. И на горизонте все время будет миражом стоять что-то, чего нет, но о чем ностальгируют современные горе-патриоты. Из интервью с ним. Кавычка открывается. В 1917 году удерживающая русская государственность пала. И казалось, мог наступить конец истории, так как нет удерживающего. С большой буквы. Но этого не случилось. Как мы видим и на других исторических примерах, Господь попускает силам зла временно торжествовать, для того, чтобы мы поняли причины своего падения, сделали должные выводы и постарались восстановить свою удерживающую государственность. Так было в русской истории несколько раз, и каждое падение было все глубже. Об этом я пишу в своей книге «Тайна России». То, что происходит сейчас с Россией, продолжающиеся страдания нашего народа, все говорит о том, что ведущий слой народа не вылез должного урока из происшедшего в 20 веке. Поэтому российская катастрофа продолжается все в новых и новых видах. Но в таком виде она не нужна была Богу. Россия была не самой грешной страной в мире, напротив, она была одной из самых благородных. И в 19 веке, и в начале 20 века зародились правые течения, славянофилы, почвенники, которые стали думать, в том ли направлении мы вообще идем. Этот процесс развития страны беззакония, к сожалению, не остановить. Ты считаешь, что страны, не страны, а тайны. Развитие тайны. Да, простите. Этот процесс развития тайны беззакония, к сожалению, не остановить. И мы, русские, не должны ставить утопических целей, что мы все это победим и станем мировой сверхдержавой. Этого не будет. С самого начала я не понимал тех людей, которые надеялись на Путина как на национального вождя. Он очень умело себя подает, умеет казаться близким и идейно-родственным тем людям, с которыми общается, но не больше. И те несколько фраз, которые православные патриоты истолковали, будто Путин такой же, как мы, наш, и что он будет что-то делать в патриотическом направлении, это была чистая пропаганда, ширма и не больше. Я это отметил с самого начала и даже комментарий об этом писал в имперском вестнике. Все от того, что я достаточно внимательно проанализировал его программную статью, которая была опубликована в независимой газете, когда Ельцин назначил его своим преемником. Текст программы совершенно четко показал, что он не собирается ничего менять ни политически, ни идеологически, а собирается только стабилизировать ту великую криминальную революцию, которую совершили его предшественники, и в которой он тоже участвовал, хотя и был на не столь высокой должности заместителя мэра Петербурга. Поэтому правление Путина – это период великой криминальной стабилизации. Таким образом, его политика не может по-настоящему стабилизировать государство и спасти от грозящих опасностей, как внутренних, так и внешних. Наоборот, эта политика только ослабляет российское государство перед этими опасностями. Напомню, что первым указом Путин предоставил гарантии неприкосновенности Ельцину, вопиющее беззаконие освобождать от наказания главного преступника за совершенно явные преступления. Беззаконие, идущее сверху, может плодить только беззаконие на всех уровнях нашей жизни. Что же касается Путина, то судить нужно по плодам. А плоды деятельности Путина совсем неутешительны для страны, особенно в геополитическом плане. Он позволил американцам тайне беззакония уже угнездиться в Средней Азии. Это огромный шаг по выполнению плана раздела России, я имею ввиду известный план Бжезинского. Так что ничего хорошего в его деятельности я не вижу. Главная причина в том, что церковные верхи такой задачи себе не ставят. Напротив, поддерживают власть в том виде, какая она есть, не пытаясь оказать ни малейшего влияния на ее состав, не пытаясь даже назвать зло своим настоящим именем. Примеров можно привести массу. Пожалуй, самый вопиющий министр Швыдкой. Ведь это чудовищное явление на посту министра культуры. Он ведет на телевидении программу «Культурная революция», которая совершенно четко показывает суть его политики. Это революция против христианской культуры. Он заявил в интервью независимой газете, что он атеист, что его идеалы, идеалы французской революции. И вот буквально через неделю после этого интервью патриарх награждает его церковным орденом. Но как после этого могут русские люди относиться к церкви и православию в целом? Если исходить от Священного Писания, Царство Антихристово строится и будет построено. Совершенно ясно, что главный строитель и носитель этого царства антихристианское еврейство, которое создало в виде Америки свою военную базу для этого. США сегодня могут себе позволить, не оглядываясь ни на каких-то своих противников, упрямо, плюяно все международные нормы, проводить свою политику. Поэтому я не вижу оснований, чтобы закончилась американская гегемония. Наоборот, сейчас США все более и более откровенно, нагло будут идти к мировому господству, не останавливаясь пред применением оружия массового поражения. Им совершенно наплевать на то, что кто-то будет возмущаться. Самый главный, с моей точки зрения, признак царства антихриста, восстановление третьего храма в Иерусалиме на священной горе, там, где были два первые. Если посмотреть сейчас на поведение еврейства, Израиля, то я делаю вывод, что мы действительно живем в предапокалиптическое время. А это значит, утопично надеяться, что мы можем изменить этот процесс. Мы можем его только затормозить и можем возродить православную государственность, но на гораздо меньшей территории, чем сейчас. Несомненно, всю территорию нынешней России нам не удержать при такой раскладке сил. Но мы можем воссоздать последнюю русскую православную государственность. Это будет торжество целей евреев, еврейства, поскольку они связывают строительство третьего храма с пришествием земного еврейского царя, их мессии. Это будет пришествие антихриста. Вот что это будет. Можно много говорить о разных совпадениях на духовном уровне, на политическом уровне. Скажем, клонирование людей. По предсказаниям некоторых святых отцов, антихрист будет зачат не естественным, а противоестественным способом. Клонирование и есть такой способ. Неизвестно, будет ли душа у этого клонированного существа. Душу ведь дает Господь Бог. Но если это не человек, а какое-то иное существо, то душу ему может дать и дьявол, который вселится в него. Еврейство является ядром мировой закулисы. Поэтому их планы не ограничатся только территорией Израиля. Они весь мир считают своей ареной действия и стремятся весь мир привести в соответствие с обетованиями, что они будут господствовать над миром. Мы, христиане, понимаем эти обетования в духовном плане. Они были даны Господом, избранному народу. И когда евреи утратили избраничество, в христианской традиции слова «Израиль», «Сион» стали применяться к христианам, к Церкви Христовой. Новый Израиль, новый Сион совсем не имеют в виду еврейство. Когда у еврейства будут развязаны руки, для притворения в жизнь принципов Шулхан-Аруха «Все люди скоты, только евреи люди», они, конечно же, постараются осуществить это в глобальном масштабе. Я выписываю еврейские газеты, которые уже сообщали, что в Израиле создано этническое оружие. В частности, было такое сообщение в еврейском слове «Газете главного раввина России Берл Лазера» и других газетах. Бывший агент Массада Островский рассказывал в своей книге о том, что испытания этнического оружия проводились на палестинцах. Это делалось как раз на тот случай, что Израилю придется что-то делать, что Израилю придется делать что-то грандиозное в глобальном масштабе. Об уничтожении всех народов, кроме еврейского. У нас в патриотических кругах принят термин «золотой миллиард». А речь нужно вести даже не о миллиарде, а о золотых 33 миллионах. Такова примерная численность еврейства вместе с полукровками во всем мире. Все это вполне реально. Большинство людей это кажется каким-то антисемитскими выдумками, мракобесием, поскольку большинство людей по своей природе порядочные и не могут себе представить, что бывают иные люди с совершенно иной психологией, с кладом души, которые могут применять самые подлые, коварные, циничные методы для утверждения своей власти. Именно в этом и состоит одна из причин того, что тайна беззакония, говоря религиозным языком, или мировой заговор, выражаясь политическим термином, добьется своей цели. Это произойдет потому, что мы, большинство человечества, не можем даже предположить, у них есть такая цель. Как говорится, самое большое достижение дьявола состоит в том, что он убедил людей в том, что он не существует. И с помощью этих рычагов, плюс шантаж как средство влияния, они всегда заставляли и могут заставить правительство Америки действовать так, как нужно Израилу. Конечно, американский президент может отказаться выполнять требования еврейства. Нам известны два таких примера в новейшей истории США. Джон Кеннеди и Ричард Никсон. Первого убили, потому что он противился созданию Израиля ядерного оружия. Второго убрали, потому что он, узнав, что в Израиле есть ядерное оружие, хотел ввести какие-то санкции. С Никсоном поступили более милостиво, просто нашли компроматы и отстранили от власти. Вот так они действуют. Я думаю, что к тому времени евреи постараются все перелопатить, сократить численность населения в мире. Тогда останутся одни евреи, как раса господ, и их слуги, оставленные для их обслуживания. Может быть, слуг будет в несколько раз больше. На каждого члена господствующего народа можно иметь по одному обслуживающему, а можно и десяток, и сотни. В такой идеал мирового переустройства несомненно евреи вынашивают и стремятся к его осуществлению. Нам Господь дает еще время восстановиться для той последней миссии, о которой я говорил. Дать всем людям в мире последний раз возможность четкого выбора между добром и злом, чтобы могли спастись все, сподобно и спастись все достойные царствия Божия. Меня иногда спрашивают, в чем источник моего оптимизма относительно будущего возрождения России. Я отвечаю, в логике истории наш идеал и жизненный, и политический подражание Христу. Мы призваны к христоподражательной жизни. Христос пострадал, был распят, умер, победил смерть воскресением и явился пред своим окончательным вознесением на небо на малое время ученикам, чтобы свидетельствовать об истинности своего воскресения. Если мы применим эту аналогию к судьбе России в 20 веке, увидим то же самое. В России вследствие революции лучшая часть русского народа была распита. Это новомученики, которые не подчинились богоморческой власти, они прославлены нами, то есть признаны нашими молитвенниками о России на небесах. И России предстоит воскреснуть на такое же малое время, чтобы свидетельствовать другим народам истину воскресения и через истину своего воскресения, истину о жизни, о смысле мира. Вот эту аналогию к России вполне допустимо применить. И в этом суть моего оптимизма. Если бы не было шансов на возрождение России, Господь Бог не стал бы попускать силам зла мучить нас напрасно и так долго. Уже прекратился бы мир, наступил бы конец истории. Но история продолжается, а значит шанс восстановления есть, и мы видим, как формируются предпосылки возрождения России снизу. Говоря о конкретных параметрах восстановления России, можно предположить, что границы той России, в рамках которой сможет восстановиться православная государственность, определяются в точке пересечения процессов разложения и возрождения. Судя по тому, что я вижу, приблизительную оценку можно сделать. Конечно же, Россия потеряет Дальний Восток, Сибирь, Северный Кавказ, видимо, по Волжье, и останется в малых границах Московской Руси. Но даже в этих границах она сможет выполнить свою миссию последнего маяка истины для человечества. Именно в этом заключается цель нынешнего русского возрождения. Европа могла бы нам помочь, если бы в России было нормальное правительство русское, национальное и православное. В Европе даже голосования по вступлению в европейское сообщество по установлению единой валюты выявили, что примерно половина населения в каждой из стран было против этих мер. Сторонники унификации побеждали с очень незначительным преимуществом. Примерно 51% к 49%. А иногда вначале даже преобладали консервативные круги и унификацию удавалось проводить только вторым или третьим голосованием. Если бы Россия в своей нынешней политике ориентировалась на консервативные круги Европы, которые отстаивают свою национальную самобытность, то она не только помогла бы им получить власть, она могла бы вытеснить Америку и еврейство из Европы, по крайней мере уменьшить их влияние. Нынешнее правительство этой цели себе не ставит. Можно предположить, что в случае возрождения России порядочные люди из Европы в будущем устремятся в Россию, как когда-то после французской революции первые мигранты устремились в другие монархические страны, в том числе и в Россию. Не исключено, что Россия перед концом может вобрать в себя многих выходцев из других народов, которые поймут смысл России, смысл православия. Это будет их осознанный шаг к духовному спасению. Правда, евреям очень трудно становиться православными. Если выходцу из другого народа достаточно принять крещение и поверить в истину православия, то евреям, которые стали детищем дьявола, отец ваш дьявол, сказал Христос, им нужен более сознательный выбор. Они должны отказаться от этого своего отца и от мистической связи со своим сатана, избранным народом. Тут не просто нужно креститься и сказать, я православный. Как известно, в чине крещения трижды отрекаются от сатаны, трижды плюют на него. В мистическом плане это особенно важно именно для евреев. Нужно не просто формально плюнуть на сатану, а именно отречься. Поэтому в церкви раньше был особый чин крещения евреев. Вот тогда евреи, с моей точки зрения, может стать православным. Такие случаи бывали, хотя и крайне редко, но такие евреи были и в нашей истории. Но на такой шаг способны немногие. Известны предсказания, что некоторая часть евреев, когда увидит того, кого они приняли под видом Мессии, то есть Антихриста, осознает свою ошибку и обратится к истинному Мессии. Это может быть как раз те евреи, которые сегодня держатся старых принципов, считают, что они не должны форсировать приход Мессии, строить для него храм и создавать израильское государство. Это те, кто является противником государства Израиля, утверждает, что пришествие Мессии нужно заслужить праведной жизнью. Но определить, много ли таких евреев очень трудно. Нужно только не забывать, что наша империя восстановится не для победы во всемирном масштабе, а для последнего утверждения истины. и мне кажется, что это вполне достойная и посильная цель для нас. Кавычки закрыты. Игнат Тихонич приводит два места из Священного Писания. Книга Иова, 42 глава, 3 стих. «Кто сей омрачающие провидения, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». И пророк Иеремия, 23 глава, 16 стих. «Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних». «Дары различные, их плывут века рабы и короли, как часто не достигнув цели тонут. Талант у каждого и часто не один, и дам для пользы ближним и владельцам отшлифовать граня до лысин и седин на умножение в каждый час нацелись. На самобытности народов, индивидов играть правители беспутные желали, духовных изменений к лучшему не видно, один другого рубит, душит, жалит, талант, сокровище умножат только там, и где слышащие слово Божье принимают. Сумели от грехов совсем отстать, ни на авось не бойся, куда снесет кривая. Умножить дань и сбор урожая, хранилища и стратить на чужие нужды, сдать добровольно, а не когда прижали. Наш путь к вершине не расширен, сужен. Друзья приискренне заримо расплодятся, стол удлинится даже за пустой шатер, в котомке отходящим вручат явства, и дуб мамрийский рядом прорастет. Строка к строке, листок к листку и книга, из книг составится уже библиотека, в нужду и горе ближних стоит вникнуть, того, быть может, кто вопит за стенкой, талантливым, шутя провозгласят артиста, руладом певческим, где музыкант скрипит, кто труженик полей, тому поклониться, лишь сеющий воистину талант не скрыл. Талантлив каждый в частности не скопом, хвалой накормленных он дивно окружен, льды без участности раскаянием растопим, крик новорожденных там у бесплодных жен. 24 ноября 2008 год Игнатий Лапкин Крик новорожденных там у бесплодных жен. Какая фраза, никогда бы сейчас не сказал так. Просто вижу, что бывший майор талантов. во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Книга открытым оком вопрос 4070 том 30 В печати время от времени возвращаются к останкам царских тел. Почему церковь не поверила, что это и есть истинные мощи царя и его семьи? Тогда успокоились бы и не тратили больше деньги на разные экспертизы. Есть же записки тех, кто расстреливал и кто нашел кости. Отвечает Игнать Тихонович Лапкин. Приходится убеждаться доказательствами не одной только стороны. Я лично не верил, не верю и не поверю никогда, что нашли черепа целые и невредимые. Этого быть не может, потому что враги обязательно затребовали головы царя и наследника, как делали всегда похитители престола царского. А потом отправили в Америку своим заказчикам, инвесторам смуты вдохновителям и устроителям всех кризисов и революций. Кавычки открываются. Из свидетельств и Юровского, и Родзинского следует, что они описывают сокрытие тел в яме под шпалами на дороге в ночь с 18 на 19 июля 1918 года как очевидцы. В то же время прямое свидетельство документов следствия 1918 1904 года показывает, что Родзинский и Голощокин в это время находились в других местах. А свидетельство генерала М.К. Детерихисха В составе пассажиров грузовика и анализ документов говорит, что и Юровского там не могло быть. Из этого следует, что нет никаких оснований верить тому, что по их словам происходило в ту ночь на дороге на месте будущего мостика примерно в 200 метров от переезда номер 184. Но больше всего противоречия существует по сокрытию сожжению тел на дороге. Предварительно отмечу два обстоятельства. Первое. 18 июля восход солнца 7 часов 9 минут. Заход солнца 22 часа 3 минуты. 19 июля восход солнца в 5 часов 10 минут. Заход солнца в 22 часа 1 минута. На переезде 184 находящемся на расстоянии примерно 200 метров от мостика из шпал причем в прямой видимости в ночь с 18 на 19 июля находилось примерно 20 человек состоящих из дачников на трех подводах. Крестьянин и сторожа переезда с его семьей. По утверждению Юровского сознательно осылаемся на текст приведенный в официальном документе Генпрокуратуры сравнительный анализ документов следствия 1918-1924 годов с данными советских источников и материалами следствия 1991-1997 годов страница 25 машина застряла в половине пятого утра то есть уже совсем светлое время и по его же утверждению сожгли два трупа и кости похоронили в отдельной яме. То обстоятельство что это утверждение Юровского прокурором криминалистом никак не прокомментировано дает основание думать что это свидетельство В.Н. Соловьев принимает за бесспорный факт согласно же результатов экспертизы справка о результатах экспертизы исследований крестных костных останков из места захоронения семьи бывшего императора Николая Второго от 29 января 1998 года подписанная главным судебно-медицинским инспектором Минздрава Российской Федерации заслуженным деятелем науки профессором В.М. Тамирином пункт 7 страница 7 для сжигания одного трупа в незамкнутом пространстве необходимо 20-50 часов да и то при условии непрерывного интенсивного горения с применением горючих веществ бензина керосина в то время как по данным следственных материалов 1918 1924 годов в 5-6 часов утра этот грузовик был уже в Екатеринбурге кроме того Юровский пишет в сравнительный анализ документов следствия страницы 24 что он испугался хоронить в лесу отцепленным двумя кольцами охраны охраняемая территория имела форму приближающуюся к форме круга внешнее кольцо красноармейцев охраняло территорию с диаметром 6 километров внутреннее 3 километра здесь же судя по тексту его записки на виду примерно 20 людей на открытом со всех сторон месте жгли без всякого опасения и еще одно обстоятельство по вычислениям МК Детерихиса и Н.А. Соколова 11 тел должны были бы занять объем не менее 1 кубическое сожжение раскопки проведенные в 1991 году показали что так как материком в этом месте является скала здесь во первых должен был бы образоваться целый курган и как бы его не скрывали шпалами он был бы виден во вторых на поверхности земли обязательно были бы видны следы земляных работ таковых никто не видел естественно возникает сомнение а была ли могила все эти несоответствия в документе прокуратуры остались необъясненными а между тем приведены лишь только некоторые из лежащих на поверхности противоречий таким образом трудно согласиться с утверждением В.Н. Соловьева о том что события описанные в записке Юровского соответствуют происходившему в действительности поэтому наивно выглядят те обращения власть-предержащих в которых их пугают опасностью захоронения лжемощей в сознании тех кто ныне находится во власти а отсутствует само понятие мощи они не готовы серьезно об этом рассуждать зато финансовые и политические выгоды понятны понятны внутри правящей элиты можно выделить две группировки в разной мере и по разным причинам заинтересованные в этом критерием развлечения могут быть два взаимосвязанных и важных отличных признака отношения к православной церкви и национальная принадлежность во первых это люди которые совершенно равнодушно и даже враждебно относятся к православной церкви во вторых как правило это политики русскоязычные однако и тут есть исключения например Борис Николаевич Ельц которого можно отнести к этой группе является русским по национальности наиболее же характерные представители этой политической группировки самый главный специалист по похорону зам председателя правительства Борис Ефимович Немцов и бывший его коллега Анатолий Борис Чубайс в этом случае можно предположить наличие злого умысла и та и другая группы правящие элиты заинтересованы в захоронении Екатеринбургских останков как царских но причины их заинтересованности как представляется не во всем совпадают первая причина заинтересованности в организации пышных торжественных похорон состоит в том что их можно превратить в грандиозное шоу на которое пригласить друзей Билла Гельмута Жака Рю и прочих которые у нашего президента с островством все множится такое шоу редкостная возможность организовать как удачно выгляделся публицист Михаил Назаров газета завтра 1998 год номер 11 отмывание своей власти в глазах мирового сообщества да и народу нужны праздники для выпускания пара по этой причине в организации захоронений как еренбургских останков как царских заинтересованы представители обеих выделенных нами политических групп сказано по плодам их узнаете их Евангелие от Матфея 7 глава 16 стих а плоды как видим ядовитые не к миру а к дальнейшей смуте ведет такая политика примирения незадолго до смерти на чужби неизвестный русский правовед и философ П. и новгородцев Не задолго до смерти на чужби неизвестный русский правовед и философ П.И. Новгородцев, размышляя над путями возрождения России, дал четкое определение. Согласие и примирение есть восстановление святынь. Именно такое понимание согласия может дать результат. Но от такого понимания примирения, как без отлада набегут нынешние «миротворцы» в кавычках. Есть стремление нанести политический удар по Русской Православной Церкви, сделав ее соучастницей захоронения мнимых остатков, а значит и лжемощей. В случае успеха, торжественная организация похорон, а затем неожиданное выяснение ошибки, тут одним ударом достигаются сразу несколько целей. Дискредитируется священно-началия, углубляется раскол между РПЦ и РПЦЗ, в целом ослабляются позиции Православной Церкви в обществе, ставится под сомнение необходимость каких-либо дальнейших действий по расследованию обстоятельств Екатеринбургского злодеяния. Один из руководителей Екатеринбургского злодеяния Войков, как говорят, бахвалился. «Мир никогда не узнает, что мы с ним сделали». То есть, кто сегодня усердствует в организации захоронения екатеринбургских останков? «Так, Сергей, тут не то, что еще?» «А, благодарю. Те, кто сегодня усердствует в организации захоронения екатеринбургских останков по царскому чину, одни осознанно, другие по неразумиям, вносят вклад в то, чтобы эти слова изувера стали реальностью. Все большее число известных ученых представляют разных областей знания, представляют обществу все новые и новые данные, подтверждающие, что захоронение екатеринбургских останков является грандиозной мистификацией. Во-первых, есть политики принципиально невразумляемые, то есть, те, кто отлично понимает, что он творит и зачем. Обращаться к ним – бесполезная трата времени и сил. Во-вторых, можно уметь различать причины, которыми руководствуются в своих действиях те или другие представители власти и, учитывая это обстоятельство, строить свою аргументацию. «Ситуация внешне выглядит беспросветной, но для нас, для православных христиан, всегда есть надежда. Мы уповаем на безграничную милость Божию. Мы веруем, что Господь по молитвам царственных мучеников дарует прозрение русскому народу, вдохнет в нас волю к покаянию за грех цареубийства». Кавычки закрываются. Далее Игнать Тихонович приводит места Священного Писания. Четвертая книга Царств, 10 глава, 8 стих. «И пришел посланный и донес ему и сказал, принесли головы сыновей царских. И сказал он, разложите их на две груды у входа в ворота до утра». Евангелие от Марка, 6 глава, 28 стих. «Он подошел, отсек ему голову в темнице и принес его голову на блюде. И вот дал ее девице, а девица отдала ее матери своей». «Вот умер кто-то». «Пишут же, ушел, ушел. Тогда куда же, разом сгинув? Евреи верили, что где-то есть шиол в загробном общежитии, как бы кабинке. Народы разные по-разному толкуют. Их заблуждения, ереси не будем разбирать. Мы православные и верим в быль такую. Есть рай и ад, где грешники горят. Неправду слышим, будто бы никто не возвращался вовсе из-за гробной дали. Не соглашаемся опять на все на сто. Есть две сестры, что лазаря дождались. Пропитанное смрадом, зловонием полотно развязывали и снимали те, кто рядом. По вере нашей, запах тот глотнем, хотя бы мысленно и с ужасом отпрянем. То грозный Илья, то Елисей Плешивый выпрашивали души деток отошедших. Вдовы, наинская сын и шустрая Тавифа, безбожникам затмилась эта Плешья. Нет проку жизни за гробом отрицать, все ограничивать своей могильной ямой. Смотри, душа, не попади в просаг, когда лукавый в гиенский жар потянут. Богач в аду, кордежится от боли, полкапли влаги, жаждет на язык. И где теперь его шикарные застолья, все то, к чему при жизни так привык. Не отрицай, вникая в евангельский сюжет, экранизируя жуткое своим воображением. Поверил, осознал, нет выхода уже, успешный в теле был, окончил поражением. О смерти слыша, применяй к себе, уйдем, и к нам припишут отходную. Приди к Христу, открыто, не робей, иначе нераскаянных смерть в одночасье сдует. 29 ноября 2008 год, Игнатий Лапкин. Минутки три перерыв. Иначе нерасказанных, смерть в одночасье сдует. А теперь она мучается. Вот это тоже интересно, что сенсор, люди не знали, и со что рассмотрели, как хоронили. Вот этот момент, говорили, что еще умер в сенсор. И что из этого было, когда что-то разбирают все такое. Одним ударом было 14 минут. Не пошли, и там и мельцы присутствуют. Все пошли, они все везде за ним относящились, а тут и пошли. Паша, мы не знаем, доказательств недостаточно. Как недостаточно, что тут и японские были, и сенсор, и немецкие, и английские, и французские. Не знаем, что тут не пошли. И они, конечно, не понимают, но я вижу, что это означает сенсор, что-то есть другое. Какая-то у кого-то связь, видимо, кто-то все-таки не настаивал сенсор, или просто Бог положил на сенсор, и сказали, начнем сенсор. А ну-ка-то перейдь, да, и найдут настоящего, значит, остань-ка посуды. Его месть ошибается, но в каком месте вы признали. Вот так, во всяком организации, все, пошел, посмотрел. И не пошли. Я вот на это смотрю, и еще там всякие, пожалуйста, вещи не приотарабрящиеся, не обалдеться. А по-каким. Сарабрящие вещи, мы же не сарабрящиеся. Я сразу-ка на себе тоже смотрю. По-какому, все, надо было. И все, морозы, и все, я спошла. Ты помнишь, по-какому, там одна бабка поставила, а так, мы говорим, еще у нас все-таки не спрашивают. Как покрыть, она вот так от коллеги умерла, и большая роспись. Пришло время наше сирениаренное решение. Так многие подчеркивают. Сегодня я бесеров не сурманем, вот пришлось, мы все расставим ее. И я, все, я, все. Ой-ой-ой. Как вот передают где-то, идет там. Ну, что-то такое-то. У нас все по-малах, они выступают, так активируют рекламу. И сразу опять, вот так у вас все идет. 12 декабря совсем рядом. Принимаются новые меры против Ютуба. У нас могут закрыть полностью. Сразу пропадает все, что накоплено. Тут меня подсталки или некоторые, да уберите монетизацию. Это нас держат из-за того, что у нас кто-то рекламирует, а мы оттуда-то и не берем еще. И кто-то это нам дает возможность, он там деньги берет. Это еще нас удержит. А ему зачем такой, тем более у нас очень огромный такой материал. Вот он время, там целый цветок дает. Конечно, они же тратят на это еще ресурсы свои. Время, даже много роликов. Это все у них там складывается. А ему это неудобно. И поэтому так, ребятушки, любое открывается, либо нет, все закроют. И чтобы на кто где-то за что-то принимает деньги и зарубежает, то надо будет зарегистрироваться. Такие налоги. Вот, 12 декабря у всех. А смертью слыша, применяй к себе. Уйдем, и к нам припишут отходую. Приди к Христу, открой, открыто не робей. Иначе не раскаянных смерть в односчастье дует. Приди к Христу. 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 А чего лечить? Приди к Христу. Приехал и голосовался, а что лечит? Это только лечит. Умирают, умирают. Не лечит. А что давление? Разные пряжки нарасли. Ну, трубался и по ней. Вдруг на расход, давление увеличивается, потом протолкнулся. А это означает иногда, в которой бляшка-то оторвалась тромб в мозге или в лёте сразу смерть. А у них есть приём лекарств такое, которое запускает человека и она медленно растворяет вот эти бляшки. Когда давление падает, потому что лечит еще раздляет. Продляет. Уже никогда не надо лечить. Подвеск хуже. Подвеска, соответственно, она одновременно расширяется и не может, пока не порвётся. Вы себе инфинк. У вас вообще, говорит, не лечит. У вас вообще, говорит, не лечит. У вас, вот смотрите, в России. Вообще не лечит. Они не лечит. Они обезболивают. А обезболивание такое лечение. Я говорю, видишь, дальгодный шаг. Опять кивать раз. Водиха и голод. На руку в голове. Не поставишь больно. А теперь не сделать, чтобы не было больно. Всё. Ну, она проникает на фото. Я ничего не знаю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 30. Вопрос 4079. Почему в начале прошлого века были революционеры, которые хотя бы на словах ратовали за лучшую жизнь? А сейчас таких нет. Или это тоже знамение конца? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Борцы за справедливость всегда были и будут. Но за какую справедливость и за какое улучшение они страдают? Есть и сегодня такие, которых уже вовсю сажают за экстремизм. Эту статью в закон кто-то вводил. Они же тоже чего-то улучшали. Законы принимали не мусульмане, а те, кто еще до принятия закона видел, что и куда потом потечет. В самом выражении закона видится желание доброго. Но куда его повернули? Если бы был закон составлен согласно Библии, а те, кто борется за улучшение жизни, начал с собственного покаяния, а не искал причины в вихре и в буре, тогда бы Бог и законы эти повернул на большой буквы Восток. По этой статье будут подряд брать истина верующих. Не помешает послушать, как судят сегодня и извлечь полезное. Кавычки открываются. 30 июня судья Благовещенского городского суда Коновалова Татьяна Николаевна вынесла приговор в отношении трех русских националистов Терехова и Ф. Смирнова Е.П. и Сычева С.Н. Суд признал обоснованность предъявленных объявлений по статье 282 часть 1 «Создание и участие в экстремистском обществе» и статье 282 «Разжигание всевозможной розни» УК РФ Терехову и Ф. С учетом приговора по первому делу лишения свободы в КП сроком на 3 года. Смирнову Е.П. 2,5 года условно с испытательным сроком в 2 года. Сычеву С.Н. 2 года условно с испытательным сроком в 1,5 года. Если принять во внимание то, что Терехов отсидел на Амурском централе более года, то исходя из того, что он осужден по статьям легкой и средней тяжести, в течение месяца ему светит условно-досрочное освобождение. Таким образом суд принял компромиссное решение, используя футбольный термин «зафиксированная ничья». Теперь по существу дело изначально носило явно заказной политический характер. Это становится понятным хотя бы потому, что почти сразу после возбуждения уголовного дела арестовывают и бросают в тюрьму сначала Терехова 8 мая 2007 года, затем и Смирнова 2 июля 2007 года, которого продержали в Благовещенской тюрьме 7 месяцев. С какой целью? Во-первых, запугать и сломать морально, судя по всему, это не удалось. Во-вторых, у тех, кто начал это безумие на Амурской земле, были явные намерения пересажать выскочек, посмевших взбаламутить Амурское болото. И это становится понятно из того факта, что Терехову по первому делу впаяли реальный срок. Но где-то машина дала сбой, и все пошло не так, как было прописано в высоких ФСБшных кабинетах. Кто ж мог подумать, что мужики не станут как бараны молчаливо с покорностью ждать своей участи, а сами перейдут в активное информационное наступление, обличая власть имущих, стяжая лавры Георгия Димитрова. А к этому неповоротливая система оказалась полностью неподготовленной. И вот результат. Мужики вышли абсолютными победителями в этой схватке с системой, ибо бросив перчатку узурпаторов за схватившим власть в России, они выстояли и показали всем величие русского духа. По результатам данного дела напрашивается три вывода. Первое. Бороться с системой на правовом поле, используя правовые инструменты сильных адвокатов, грамотных специалистов, экспертов, практически заведомо проигрышный вариант. Кривосудная система, подкармливая с самого верху высокими должностными окладами, будет всегда стоять на страже интересов своего хозяина, отметая сходу все доводы защиты, какими бы сильными и справедливыми они не были. О неучастии присяжных заседателей в делах по русским статьям 282 и 281 часть 1 УК РФ заведомо ставят русских националистов в однозначно проигрышную позицию. Конечно, в каждом правиле есть свои исключения, возможно будут они и по этим политическим делам, но они возможны лишь в качестве редких исключений. Второе. Власть имущая правоохранительная система в силу своей неповоротливости и закоснилости ничего не могут противопоставить информационному освещению заказных политических дел. Как только информация просачивается на странице интернета, в газеты и другие СМИ, лица, представляющие систему, впадают в затяжной анабиоз и ступор. Новоявленные властители больше всего боятся быть обвиненными в движении к авторитаризму и тоталитаризму. Как только информация о заказных политических делах попадает на страницы зарубежной прессы, властная машина начинает давать сбой и выписывать неадекватные непоследовательные кренделя. Верхи начинают одергивать низы, которые, руководствуясь главным правилом перестраховкой, начинают реально затормаживать маховик репрессий. Поэтому русским националистам-патриотам необходимо смело вступать в судебное противостояние с действующей системой, используя слово в прениях и последнее слово в судах в качестве информационного оружия большой созидательной силы. А всем русским патриотам максимально использовать свои ресурсы для максимального распространения данной информации среди своих единомышленников и, если возможно, то и в иностранные СМИ. Необходимо держать данные и судебные процессы под постоянным оком информационной лупы. Третье. Данные дела возможно сфабриковать лишь при условии наличия так называемых экспертов. И во все обвинения опирается именно на комплексные языковые экспертизы. Отсюда следует вывод о ключевой роли научных кадров в заказных политических делах. А посему необходимо выявлять этих иуд от науки, которые впрельстили тридцатью серебрянниками. Эти в кавычках товарищи должны чувствовать на своей шкуре неотвратимость наказания. Именно они должны в первую очередь вывешиваться на доски позора. Именно их необходимо подвергать моральной обструкции и травы. Чтобы другим неповадно было со стороны как коллег по научному цеху, так и студентов тех вузов, где преподают эти мелочные людишки. С вынесением по нам обвинительного приговора все еще только начинается. Впереди нас ждет неизбежный резкий скачок цен на энергоносители, который неизбежно приведет к обвальному росту цен на потребительскую корзину. То есть впереди нас ждет обширный и крайне болезненный экономический кризис, который очень быстро перерастет в политический. А посему наша борьба за русское дело продолжается. Оружие в чехлы мы паковать не намерены, просто в своих методах мы станем вести себя умнее, мудрее и хитрее. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, слава России. Кавычки закрываются. Пресс-секретарь Амурского отдела Союза Русского народа Евгений Смирнов. 11 июня 2008 год. А, 1 июня, да, простите, 1 июня 2008 год. Далее говорит Игнат Тихонич Лавкин. А про евреев Бог говорит так, приводит в места Священного Писания. Книга чисел, 22 глава, 12 стих. И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. Псалом 108, 28 стих. «Они проклинают, а ты благослови, они восстают, но да будут постыжены, раб же твой да возрадуется». Евангелие от Луки, 6 глава, 28 стих. «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Нельзя ли как-то так себя пристроить, чтобы мирно жить, со всеми уживаться? Быть может прекратить глаголать против, жене ни слова супротив, ни тещам сватьям. А там, глядишь, и мирный горизонт, кишечник отдохнет, просушим нервы. С переживания инфаркт уже не потрясет, по крайней мере в спорт не влазить, в спорт не влазить первым. Быть мирным, дух стяжать такой же, как Прохор Серафим всех убеждает, спасутся, дескать, тысячи. Вокруг чуть позже акта замирения подпишется с жидами. Об этом думалось и даже не однажды, после судов и схваток затяжных, особенно когда бессонницу стражнишь и впадины глазниц слезами увлажнишь. Пусть батюшки с крещением булгачат, пускай людей не учат, так и быть. Что я смогу ли развернуть иначе? Везде льстерцы презренные и наглые рабы. Попы дурят своей хиротонией, грозят старух причастия лишить. Смолчим, колени батюшек обнимем, мы все для них не более чем вши. Но только Библию открою, помоляясь, с любым пророком, встречусь не впервые, контрреволюцию навешают на связь за то, что в дом и в сердце иудеев примем. Пока молчал прапратец Давид, он сам себе казался очень мирным. Но только высветил другого грех на вид, прослыл тот час несносным и задирой. Война со злом, неправдой и обманом, с волками лютыми под Ризою Поповской, Прекрасней мира, пусть в войне застанет приход спасителя. Упрек он нам не бросит. 26 ноября 2008 год. Игнатий Лапкин. Гири. Ф ещё одно. Чувichtig. Пежа Портying. У較 чего должно быть с disrespectом, и легечем. Значит, генератору о том, что этот вопрос запоминается взятая! Генератору его похоже на шкинуло. Он сам-ну нас Popова, спорадик, направляется хищ. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4. Вопрос 1250. Расскажите, по какой причине вы молитесь царю Николаю Второму? Только ли по той причине, что он канонизирован? Отвечает Игнать Тихонич Лапкин. Как-то мой племянник попросил написать реферат о Ленине как вожде мирового пролетариата. Я слишком много занимался этой креатурой. Позже мне передавали, что написанное мной читали в разных учреждениях в Новосибирске. Настолько оно им понравилось. В нашей книге «Для Слова Божия нет уз» есть статья «Проклят человек, который надеется на человека». Это одна из моих публикаций в газете «Молодежь Алтая» о Ленине. Напечатали ее ко дню рождения вождя всех Иуд. И, как мне говорил редактор, предложили опытным коммунистам дать ответ на эту статью. Все решительно отказались, прочитав ее. Только один доцент, совсем уж малохольный, что-то невнятно вякнул, даже и не по теме. Значит, никогда не нужно никому подыгрывать, а всегда нужно говорить так, как есть со знанием дела. Но когда этот же племянник вновь обратился ко мне написать о царе Николае, как человеке, с которого я пишу образ, я сразу же отказался. Удивлены были даже близкие друзья, зная, что еще задолго до канонизации 1982 года я уже молился ему. Дело тут намного сложнее, чем с Ульяновым. Там все одноцветно. Цвет грязи и крови, в которой жил человек, обманывавший миллионы людей из Кремля. Причина в том, что я не могу писать образ того, кого не уважаю. Вот мое мнение о последнем помазаннике из дома Романовых. Как царь он был страшно бесхарактерный, слабовольный. Ему не нужно было принимать царство. А уж если принял он его, то только по малодушию и по недалекому уму. Быть может, следовало, рассуждая задним числом, принять царство и тут же отречься от него за весь дом Романовых. А царем провозгласить Столыпина Петра Аркадьевича и хранить его, как зеницу ока. Теперь посмотрите на личность этих людей и вы поймете, что я хочу сказать. «Если ты царь земной, то подражай Давиду, Юстиниану, Феодосию Старшему, которого прославляет Иоанн Златоуст. Если эти личности покажутся тебе не симпатичными, так как они были глубоко верующими, тогда царствуй, как Иван Грозный и Петр Первый, которых чтили даже коммунисты, ибо они их понимали». «Какой же ты царь, если допустил такой разврат умов Великой Империи и потом разом отрекся от власти пред лицом масонов?» «У него не было цельности натуры, а это мне крайне не симпатизирует. У него была вера, и особенно после ареста. Но вера была на самом обыденном, общепринятом уровне, не евангельское. Все шло в государстве как бы самотеком. Он был слишком добр с врагами, и они этого не могли простить ему. Здесь нужен был Кромвель и диктатура царя. Церковь канонизировала его, и я возвышаюсь над своим личным мнением и верю, что он находится в царстве Небесного Отца со всем своим венциносным семейством. Но я ему молился еще задолго, до канонизации, как мученику». «С чем наше тело можем мы сравнить? Оно как крепость с добрым гарнизоном, которому поручено хранить все то, что Божьим создано законом. Тот гарнизон духовный состоит из совести, любви, добра, терпения. У крепости порой невзрачный вид, и трудно отражать ей нападение. Враг непомерно силен и хитер, пускает в ход он стрелы искушения, соблазны затуманивают взор и, кажется, не избежать крушения. Запасы у души невелики, надежды нет на торжество отрады. Все новые и новые полки дьявол формирует для осады. Слабеет совесть, утерпение сил все меньше с каждым часом и минутой. Враг взрывами надежду угосил, он крепость хочет взять атакой лютой. Любовь и вера телеграммы шлют. Без подкреплений мы сдадимся скоро. Готовит враг торжественный салют, стреляет пушки и гудят моторы. Изнемогает тело от стрельбы. Оно вот-вот откроет все ворота и гарнизон. Уляжется в гробы, коль не придет на помощь срочно кто-то. Дьявол всем нам предлагает мир. Но дружба с ним позорное явление. Спаситель, друг, небесный командир. Скорей пришли на помощь подкрепления. Война с врагом напоминает ад. У сатаны гранаты, пистолеты. Пусть ангелы скорее прилетят. Им не нужны аэропланы, джеты. Ответ получен. Не оставлю вас. Молясь, сражайтесь, не боясь до крови. Вам продержаться нужно только час. Мои войска для битвы наготове. Одобрен телеграммой гарнизон. Душа не сдастся. Битва будет длиться. Идет, спешит с огромным войском. Он, тот, кто сейчас советует молиться. Усталые, глядите, вот он. Тут у ангелов в руках мечи-возвездия. Врагу не сдался ни один редут. Ликует небо, искрится созвездия. Страшна душе дьявольская власть. В бою несметно вражеская сила. Но почему же крепость не сдалась? Лишь потому, что Бога попросила. Коль искушение близится змея, Взывай к Христу бессмертною душою. Есть сила свыше, милые друзья. Коль враг на нас обрушится войною. Энн Водневский. Пару минут отдых. Пару минут отдых. 程 района отдых. Продолжение следует... 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 Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. Поэтому Христос и говорит о предстоящем чуде, что они увидят Царствие Божие, то есть Христа, прежде своей смерти. Виктор Гюго, рассуждая о казни преступников, говорит так. Люди не справились с этим человеком, он не исправляется. Мы испробовали все земные средства и это немало не помогло. Наш суд бессилен. Этого человека мы отправляем в высшую инстанцию, к тебе, Создатель. Но к тебе плоть не может предстать, поэтому мы раздеваем душу, снимаем с нее одежду, тело. То есть отсекаем ему голову и отправляем, чтобы ты сам разобрался, что же с ним делать. Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 701. Как же будет угнетать нас в раю в случае нашего спасения мысль о том, что большинство наших родственников и множество-множество людей в то же самое время мучается вечно. Да и сейчас эта мысль не дает покоя. Отвечает Игнать Тихон Челапкин. Там будет все иначе. Никто никому не поможет и никто ни о ком не пожалеет. Спасенные, убогоподобившиеся, будут мыслить совершенно иными категориями. Филиппийцам 2, глава 5 стих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 850. «Есть ли утешение у христианина еще при жизни, что он все же спасется?» Отвечает Игнать Тихон Челапкин. «Всегда есть начало и конец. Два полюса, две крайности. Святые мужи веры советуют держаться золотой середины. С одной стороны, отчаяние, погиб, мне не спастись, мука вечная, пропал, Бог не примет, я похулил Духа Святого, Бог меня не слышит. Это пустынное жительство и монашество, та вера, которую приняли на Руси. Есть все это и может быть нужно, но не это главное. Необходимо помнить о любви Божией, Его жертве. Послание к евреям, 13 глава, 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Евангелие от Луки, 8 глава, 50 стих. «Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет». «Этот полис разрушает надежду, деструктивен. Бог видится только как судья, грозный и неумолимый. Эти люди не знают Писания совершенно, не знают Бога любви, они мрачны, и вся их вера основывается на ужасе и страхе». Это все нужно, это все является началом спасения. Но необходимо постоянно помнить из речения Нила Синайского. «Согрешить – дело человеческое, а отчаиваться – дело сатанинское». Из этих людей нет ни проповедников, ни музыкантов, ни возвышенных художников и поэтов. «Другой полис – это чрезмерное надеяние на собственное спасение тех, кто живет во грехе. Они убеждены, что они уже спасены, имена их записаны в книгу жизни, уверенность их на 100%, что они будут в раю. На этом основаны все секты. У них в руках есть Библия, но они читают выборочно, избегая тех мест, где говорится о возможности потерять уже полученное спасение». Филиппийцам послание 2 глава 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Книга Откровений 3 глава 11 стих. «Се, гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Прокоремия 22 глава 24 стих. «Живу я, сказал Господь, если бы Иихония, сын Иакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя». 1 Тимофею 1 глава 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Книга Откровений 3 глава 5 стих. «Побеждающий обречется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом Моим и перед ангелами его». Книга Исход 32 глава 33 стих. «Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Господь избранным своим дает и страх, и радость спасения, и надежду на благополучное завершение жизненного пути». Второе послание Тимофею 4 глава 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Книга Иова 19 глава 25 стих. «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». «О, поспеши войти, прекрасен пир в чертоге золотом, тебя зовет Господь, быть гостем в нем. Есть место там, и дверь не заперта, ее открыл Спаситель для тебя. Он многих грешников принял туда, но там еще есть место для тебя. «Они, омыты кровью Христа, Христос зовет, омоет и тебя. Входи, входи, пир этот для тебя, и чаша там веселья полна, все счастье там. Вся радость, о, входи, Господь зовет, ты голосу внемли. Светилу дня недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата, Ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет места, нет, затворены врата». Из сборника духовных песнопений. Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 851. «Можно ли прожить здесь счастливую жизнь и попасть в рай? Таким образом, убить сразу двух зайцев?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «В действительности здесь один заяц. Истинно счастливым может быть только верующего Христа». Известен случай из биографии Чарльза Спэджена. Выступая в одном из клубов, среди огромной аудитории студентов, этот баптистский проповедник показал студентам 25-долларовую купюру и пообещал ее отдать тому, кто докажет, что он счастлив, будучи неверующим. После собрания один студент подошел, сказав «Вы обещали мне 25 долларов, я готов их получить». Профессор спросил его «Вы действительно счастливы всегда и безусловно не боитесь, что изменившаяся обстановка сделает вас несчастным?» «Видите ли, господин профессор, я хотел сказать, это все относительно?» «Ну нет», – ответил проповедник и, сложив купюру, положил ее себе в карман. «Я вам ничего не обещал на ваших условиях, ибо вы боитесь завтрашнего дня измены товарищей, болезни, что вас призовут в действующую армию и от вашего сегодняшнего счастья не останется и следа. Безусловно, в любой обстановке счастлив только тот, кто находится в руках Иисуса». Кто, дальше Игнать Тихонович говорит, «Кто жил здесь, обладая величайшим счастьем Христом, тот получит и рай». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». О жизни Из тихой вечери молитв и вдохновений Разгульной оргии мы сделали тебя, И гибель напарит над нами злобой гений Еще у зародышей все светлая губя. Себелюбивое, корыстное волнение Обревает нас блаженство, ищем мы, И к пропасти ведет порог и заблуждения Святую верою нетвердые умы. «Поклонники греха, Мы не рабы Христовы, Нам тяжек крест скорбей, Даруем их судьбой, Мы не умеем жить, Мы сами на оковы Меняем все дары Свободы золотой, Что чуждо нам добро, Искусство нам не ново, Не сделав ничего, Подожди, Сергей, что? Где тут что? Тут написано «но». Но чуждо нам добро, Искусство нам не ново, Не сделав ничего, Спешим мы отдохнуть, Мы любим лишь себя, Нам дружество оковы, И только для страстей Открыта наша грудь. И что же, Что они безумным нам приносят, Презрительно смеясь Над слабостью земной, Священного огня нам Искру в сердце бросят, И сами же зальют Своей нечистотой. За наслаждениями, По их дороге смрадной, Слепые мы идем, И ловим только тень. Терзает наша грудь, Как коршун кровожадный, Губительный порог, Бездейственная лень. И после буйного минутного безумия И чистый жар души И совесть погубя, Мы с тайным хохотом неверия И раздумья проклятию предаем Неистого тебя. О, сколько на тебя Проклятий этих пало, Чем недовольны мы, За что они, Бог весть, Еще за них Нас небо не карало, Оно достойную Приготовляет месть. Некрасов. Николай Алексеевич, Николай Алексеевич. Все на сегодня, Благодарю за внимание, Храни вас Господь. Спасибо. С Богом. Спасибо Христу. Спасибо.